Добрый вечер! В эфире программа «В курсе» ведущая Полина Булава. По итогам сегодняшних торгов индекс Кассе продолжает двигаться в боковом тренде, практически не изменив позицию. Главный индикатор фондового рынка страны закрылся на уровне 2337 пунктов. Большая часть индексной корзины закрылась сегодня в отрицательной зоне. Лидером роста стала простая акция KSL, чья стоимость достигла 2 555 тенге, подорожав на чуть более чем полпроцента. Акции KSL на локальном рынке двигаются вслед за бумагами компаний на лондонской фондовой бирже, цена которых к 17.30 по времени Алматы выросла на 1,3% до 5,98$, что равняется 2415 тенге по официальному курсу Нацбанка на понедельник. В отсутствие высокого спроса на тенговую ликвидность, ставки денежного рынка консолидировались ниже уровня базовой ставки. Доходность операции РПО с государственными ценными бумагами сроком на один день уменьшилась на 63 базисных пункта до уровня 9,1% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США уменьшилась на 47 базисных пунктов до 9,2% годовых. Суммарный объем сделок сегодня составил 267 млрд тенге, что на 4% меньше пятничного показателя. По итогам понедельника тенге укрепился к доллару США на 1 тенге 7 тен до 402 тенге 72 тен. Среднеизвешенный курс тенге по отношению к доллару США укрепился сегодня на 89 тен до 402 тенге 71 тен при объеме торгов 69 млн долларов США. Национальная валюта укрепилась ко всем валютам, торгующимся на косе вслед за ростом нефтяных цен. Нефтяные котировки растут на фоне новых данных от нефтегазовой сервисной компании BakerHacks, согласно которым число буровых установок в США за последнюю неделю сократилось на 10 единиц до 189 единиц, что является минимальным уровнем с июня 2009 года. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 15.30 по столичному времени составляет 42 доллара 30 центов за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Однако рост котировок на черное золото сдерживает рекордный рост случаев инфицированных COVID-19, что в свою очередь сохраняет опасения касательно скорого восстановления экономики. Курс российского рубля незначительно снизился до 5 тенге 80 тин. Евро подешевел к тенге на 62 тин до 452 тенге 55 тин. Стоимость китайского юаня снизилась на 12 тин до 56 тин. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.